Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 22 мая, воскресенье. Я сейчас нахожусь около речки Кадим, районе Тосмур. Хочу показать вам эту красоту, а потом хочу рассказать про свою жизнь, про свою специальность и откуда, куда я забрался. Хочу показать эту красоту. У нас здесь песчаный пляж впереди, также в этой стороне парк, а также в той стороне у нас находится парк района Кеста. Итак, дорогие зрители, сейчас я исправлю. Хочу снять одним кадром. Многие меня уже знают на канале, смотрят, но не знают мою историю жизни. Когда я сюда приехал и как добрался, и как шел мой жизненный опыт. Меня зовут Агаси, я сам родился в городе Баку, гражданин Азербайджана. Окончил русский сектор имени Альберта Агаронова в Сурраханском районе. 154 школа. Отсюда всем привет моим учителям. Те, кто остались живы, а те, кто ушли из этого мира, как сказать, земля и пухом, Аллах Рахмита Ильяси. Детство у меня было сложное, заранее скажу, так как я родился в 1991 году. Много кризисов, Карабахская война. Я не знаю. Я думаю, что он еще раз. Так, так, кто-то с освещением. Нормально видно, да. Не хочу вспоминать детство, так как это было сложное, семейное. Также проблемы у нас в те времена всем было сложное, понимаю. Так. И детство у меня прошло сложное. И я всегда старался добиваться своих целей. У меня как бы с детства возникло такое, что я с терпением буду добиваться всего того, чего я захочу. И почти добился, но цели все еще не закончились. И все еще буду добиваться. Так, что-то освещение. Так, прибавлю. У меня как бы детство было такое, что я почти восемь лет присматривал за своей бабушкой. У нее был правосторонний импаркт. И так, мама смотрела, я смотрел. Ну, не сложно все вспоминать. Так. И я готовил кушать, уборки, тому подобное. Сами понимаете, присматривать бабушкой, которая не может ходить, с трудом ходила. Школа, дом, школа, дом. И детства такого, как у всех, у меня не было. Редко мог играть в футбол. Редко мог куда-то выйти. Угу. Окончил я, допустим, я немножко был хулиганом в школе. Был, да. Не слышал учителей, простите меня. Но я знал, что и я отучусь, но детства моего в школе такого не останется. Хотя бы я в школе должен был в свое детство уедеть. Учителей мучил, не слушался, плохо учился. Но потом, когда мне рассказали, что до восьмого класса вот так было, я дрался туда-сюда, и ссорился, и нервничал учителей зауча, приключений искал. Зина Кулиевна у нас была, классный руководитель. Я с братом вместе в одном классе учился. Он был отличником, а я вот хулиганом. А потом все стало наоборот. Я в восьмом классе стал отличником, он на уровне ставился. Ага. Наш класс был очень интересным. Мы и танцевать любили, и учиться любили. Любили, и драться любили. Валентина, наш классный руководитель. Валентина Курманова, честя Валя Хала, я ее вспомнил. Ей привет, если она смотрит. Тоже ее нервировало много. Учил геологию. Я так хотел стать доктором. А потом, в восьмом или седьмом переходе на восьмой класс, нам сказали, что есть университет, институт. Я до сих пор не знал, что такое институт, университет. Представляете, учиться и не знать, что... Думал, что биологию учишь, будешь доктором. Учишь химию, будешь химиком. Учишь физику, будешь физиком. А эти физику, химию там не любил вообще. Со временем понял, что есть университет, надо поступать, мне надо добиваться чего-то. А там в каждой группе, первая группа, вторая группа, третья, четвертая, там по пять предметов. Если сдашь их, двадцать пять баллов должен добрать. Из двадцати... нет, то есть, из двадцать пять вопросов у каждого предмета. И вот сдал я их. Набрал четыреста баллов приблизительно, чтобы поступить в экономический вуз. Вот эта вторая группа была, она самая сложная была. Но я выбрал вторую группу, так как там географию и историю я обожаю. Географию и историю. Очень сильно все изучал раньше. Вот как раз, кроме биологии, я изучал также географию и историю. Там страны, города... Любил вот эти предметы. Короче, сдал, поступил в экономический вуз, в информатика и управление. А так я работал с детства, с 2004 года. Отец принес нам компьютер. Спасибо за то, что он привез на компьютер. И он купил, и его шеф, с кем он работал, подарили. Не помню это время. 2004 год, сложные времена были. Кризис от 2000 года, 2004 года, потом кризис 2008 года. Это все времена. Мы родились в переход вот этого времени, когда Советский Союз распался. И видели всю цивилизацию, как появился интернет. Там Windows 98, Windows 2000, потом XP. Я вот тогда начал заниматься технологиями. И мне стала интересна эта деятельность. До этого я учился на музыканта. Ходил на пианино, фортепиано. В дворец у нас... Хладная лима у меня был тогда учитель. Синтезатор потом купил отец. Спасибо ему, что он тоже купил. У меня желание было. Пять лет обучился, диплом получил. И потом продолжил три года еще по синтезатору заниматься. Я профессионально уже хотел на свадьбах. Ра-ка-ч-ка-ч-ка-ч-ка-ч-ко. Там танцевальные песни есть. Там... Так, как я лизгин по национальности. И сам танцор бывший. Бывших танцоров не бывает. Но до сих пор танцую. И вот у меня были много идей на свое будущее. Что у меня будет интересна свадьба. Что я добьюсь всего. И добился. Цели были с детства. Себе в шестом классе, когда... Шестой класс, это, кажется, 14 лет. Я дал себе слово, что я не буду курить. Так, так. Понимал, что это вредно для здоровья. И ставил себе цели с шестого класса. Если я не добьюсь этой цели. А, Б, С скажем. План ставил. А не добьюсь, найду дорогу к Б. Найду дорогу к С. К плану С. И, так как я говорю, у меня была сложная жизнь. По ходу дней, часов, годов, месяцев. Я развивал свое мышление, свои цели. И брал из жизни только положительно. Отрицательно выкидывал. Жил в полном позитиве. Потому что и так было... Все было отрицательное вокруг. Нужно было брать позитив. И это меня удерживало в жизни всегда. И до сих пор. И советую всем всегда быть на позитиве. В восьмом классе, как я узнал, что университет. Я начал учиться. Все были в фоке учителя. Пятерки все ставили. Четыре плюс. Четыре как минимум. Вот эти два года до одиннадцатого класса. Девятый, десятый. Переход у нас был. В девятом уходишь. Хочешь поступить в техникум. Поступай в техникум. Или колледж какой-то. Ну, я выбрал свой путь. Буду направлять себя по IT. Так как я портил компьютер постоянно в неделю два раза. Три раза. Изучал. Портил. Потом старался исправить. Отец у меня один раз забрал компьютер. Сказал. Все. Я устал платить мастеру. Только нельзя портить. И после этого пришлось уже самому чинить компьютер. Форматировать. Перестанавливать. Открывать. Изучать всю технологию. И спасибо отцу, что он у меня забрал компьютер тогда. И как бы у меня появилась цель стать мастером по ПК. Да. А IT специалистами. И вот. 2004 года я потихоньку до сих пор до 2016 года. 2017 максимум. Изучал все это. И работал в этой сфере. Так. В 11 классе у нас год подготовительный. Там плата нужно было дополнительно учителя. Что репетитор в формате. У отца тогда было сложное положение. Работа. Дорого было идти к учителям. Кое-как уговорили отца. В 8 месяцев мы стали заниматься у репетиторов. Я русского языка репетитора не взял. Четыре. Четыре пяти у меня хватало. Математика, география, история и английский язык. Кстати английский тоже у меня intermediate был. На данный момент при этом нет. Потому что я давно уже не общаюсь. Редко общаюсь. А так у меня разговорно свободный. Слова забываются со временем. Вот. Поступил я в вуз. Четыре года кое-как там отучился. Потому что пока есть месторасположение, где я проживал. Амирожана. Оттуда пока доберешься до метро Генчлик. Оттуда тоже 15 минут. Короче автобус, метро, автобус. Вот так меняли. Утром. Вечером. Эх. И так была сложная жизнь. И университет сложный. Но. Слава Всевышнему. Слава Аллаху. Все. Всего добились. Так. Меня звонят. Сколько минут? 13 минут. Вот так. Как про жизнь рассказал. Я начал работать официально в Азбаку в нефтяной компании, как айти-специалисты приняли меня в четвертом курсе. Я старался как бы сам зарабатывать всегда. Раньше еще я играл в Батьевский клуб. Играл было последовательно. И тоже эта игра меня спасла от компании, которые меня вытягивали в эту... Чтобы не стать бродягой. Именно как они. Многие курили. Многие пили. Кто были наркоманами. Кто косяк говорил. Там всякое. Я вот... Вот эта игра меня от... И компьютер, и технологии меня отвели от этих неправильных кругов. Хорошо, что я вовремя увежал от всего этого. И мне... Я оттуда чудо расскажу. Потому что я по ходу все вспоминаю. Извиняюсь за это. Потому что я не подготавливался. Я напрямую снимаю. Играл я в Батьевский клуб. Там... Стратегии. Ник назывался меня. Даже кто знает эту игру. Он появился в 2002 году. Первая онлайн игра в мире. В России. Тогда был Дайлаб. 52 килобит в секунду. Выбивало из сети. Стресс, нервы. В компания. Друзья были у нас. Круги были. Встречались. Сходки были. Каждую субботу. По всему. Из России. Из Украины. Из других стран приезжали. Сходки делали. У нас было... Кланы были специальные. Кто знает, тот понимает Интересные были времена для нас Очень интересные были Потому что тогда онлайн игр не было Те игры, которые сейчас находятся Все иногда И когда я уже окончил вуз Пошел служить Вот тогда я же себе сказал Я больше игры не буду играть Все, все бросил Ни телефонные игры, ни футбол Ничего Хорошо, что добился И всем советую Один раз живем Ухаживайте за своей семьей Уделяйте больше времени своим детям Я тоже стараюсь уделять Но у меня сложная работа на данный момент В воскресенье поиграл с ребенком Сейчас пошел поплавал Ревнулся и подумал снять Так, я был гиперактивным Сейчас тоже стараюсь быть таким После, как я поступил в вуз Два года учился И там на танцы хотел последовательно Танцы ансамбль джигиты в Баку Зейнам на аллеем И там еще другими Всем, кто меня знает Всем, кто меня смотрит Я всех помню От души помню Кто делал мне добро Кто делал мне плохое Я всех помню И я плохое Кто делал мне плохое Я плохим никогда не отвечаю И не хочу Добро я всегда буду помнить И те, кто мне делают добро Я вдвойне всегда отвечал И продолжаю отвечать И так как многого я добился Я это открыто называю Что я добился Всех своих целей Которые я ставил Четыре года университета Я думаю, что у меня забрала Эти дни по августа Если вот четыре года Я в то время понял бы Что я переехал бы куда-то В другую страну В Турцию Или в Аланию Я много бы до года добился Но судьба Может быть так и было суждено Как это не должно быть Но и в судьбу Я много так не верю Потому что все в наших руках Все зависит от ситуации жизни От этих денег Деньги для моей ня Это просто, видите Деньги приходят и уходят Главное оставаться человеком Никогда не терять вот этого качества Жизни Хоть миллионерам, хоть триллионерам Стать деньги Это ерунда Потому что мы как приходим Так и уходим с пустыми руками За этот мир Работы мало Но живи счастливо Вот моя идея Моя идеология жизни Я как бы сам реалист по жизни Так же верюся в религии Всему Это природе Но Порой я смотрю И эту сторону И ту сторону И постараюсь находить Некоторые середины О религии много не люблю Разговаривать Потому что Я как понял В жизни Все Привязано к деньгам В этой жизни И политика И много чего Обидно Куда не идешь Деньги Весь наш мир Использили эти деньги Золото Нужно оставаться простым И любим Итак Дорогие зрители И после того Как я Окончил вуз Кое-как С трудом Сложно было Тоже учеба Везде была коррупция Не буду говорить Все прошлое Сложно было Зарабатывать Сложно было Выживать Как и везде В Африке Люди Воды нету Пить Голодает народ Я вот Всегда у меня Молодец Была Представляла Руки Ноги Есть Зарабатывай Живи Зарабатывай Живи Жизнь дается Один И по ходу Вот этого Времени Многие Наверное Помнят Это детство Который Родился В те годы Как мы Бутылки находили Алюминий Железо Крали Кабели Варили Задавали Да Было Сложно Индийские Фильмы Туда Сюда Ази Тагита Джимми Мими Хатуба Телефоны Когда появились 2006-2005 год Сименс Это С57 Что ли Был Потом Сони Эрикс МК 750 М95 Нокия Которые Открывали Здесь Вот я Вот это Все пережил В школьное Время И университете Ностальгия Сейчас вспоминаю Рассказываю Тоже Наверное Вспоминаете Все прошло Университет Я окончил Пошел служить Служба Тоже Прошла Прошла Сложная Я был Разведчиком Сапером Год Послужил Так как Я был Я окончил ГУЗ Одногодники Мы были А так Мы у нас Служат Год 8 месяцев Год 6 месяцев До 18 Месяцев Служба Всем Моим Сослужистам Привет Те кто Смотрит Мы были Дружный Коллектив Несмотря На все Сложности Мы до сих Пор Дружим Я окончил 2013 Году Службу И Никому я Плохой Службе В армии Не делал И старался Всем объяснять Что Служба Она Год А потом Есть Гражданская Жизнь Там Рано Поздно Мы друг Друга Видим Реально Служба Самая лучшая Жизнь У меня В жизни Была В армии Честно Признаюсь То Что Сейчас Я Вот это Живу Это Каждый день Было Приключений Каждый день Это Что Бывал Лучшие Годы Жизни Год Это Армия И Все Кто Пойдет В армию Не Переживайте Все Там Будет Хорошо Главное Будет Заниматься Спортом Я Также Спортсмен Бывший Бывшего Тоже Не бывает Дзюдо Бокс Кравмагой Занимался Рукопашный Бой И В Рестлинг Качался Потом Все Бросил Позвонок Немножко Повредил В армии Потом Тяжело Поднимал Грыжу Заработал Пять месяцев Сложно Было Самая Большая Боль Это Грыжа В спине Позвонки В копчике Я Потом Долго Мучился Этим И Сам Себя Вылечил Занимался Йогой Советую Всем У кого Болит Позвоночник Отдает В правую сторону Или В левую Сторон Или Шейная Лечить Можно Только Йогой Лечение Межпозвоночных Грыж Напишите В ютубе Мастер Шива 8-9 лет Он поделился Роликом Называется Лечение Межпозвоночных Грыж Мастер Шива Длинный Волос У него В Непале Снимает Делайте Все Движения Которые Он Вам Советует Я Три Месяца Делал Все Эти Движения И Полностью Вылечил Свой Позвоночник А то Мне Доктор Операцию Продлагал У меня 7,8 Миллиметров Была Грыжа Вот Так Добился Вылечил Потом Занимался Последовательным Плаванием И Также Рукопашный Бой Помогал И Танцы Танцы Лискинка Потому что Там Осанка Все Вот это Помогает Я Вот Сейчас Горблюсь Потому что Забыл Так Дорогие Зрители Уже 24 минут Я снимаю Про Эта Жизнь Там Кусочки Я рассказал Где-то 5-10% От своей Жизни После того Как я работал В четвертом курсе Меня приняли В нефтяную Компанию Я там Работал 6 месяцев Официально Half time Полденя Я после университета Ходил туда Работать Мне стажировка Важна была Чтобы После того Как я университет Закончил Я Как у меня Факульте Был информационно-технологии Мировой экономики Я ИТ-специалист Но еще в экономике Разбирался И В основном Цель была У меня ИТ Хотел продолжить Магистратуру Но так Хотел переехать В другую страну У меня родители Не позволяли Уехать В другую страну Окончил Пошел в вуз Отслужил Вернулся И хотел уехать Магистратуру Отучиться Или в Москву Или в Украину Или в Турцию Искал пути Но родители Были против Не хотят Чтоб я Куда-то Уезжал Но Всем Свои Свои дети Важно Чтоб Было рядом Мы три брата Старший брат И еще Младший брат Привет моей семье Всех люблю Всех ценю Родне Соседам Друзьям Близким У меня очень много Именно Близких друзей Осталось Я вынужден был уехать Всех ценю Всех жду В Алании И оттуда Приехать Тоже мне сложно Потому что Я один Работаю Мне Сложно Все бросить И уехать туда Я последний раз Баку был В 2019 году Потом пандемия Началась Еще сложно Было Жить Оттуда-сюда Прынул Опять Итак После того Что я В компанию Отучился Пошел Отслужив Вернулся Я И устроился При помощи Отца Тоже Там Связи Нужны были И я Так как Специалист Своего отдела Куда бы Я ни Подал Меня Везде Принимали На работу Я Очень Хорошо Знал Свою Работу Но Там Понимаете Зависть Сотрудника Все То Сядь И тебе Подлямку Всегда В жизни Устраивали Так У меня Всегда Было В жизни Работал Больше Всех И зарабатывал Зарплату Было Меньше И это Всегда Меня Убивало Внутри Жаль Но Со всеми У меня Со всем коллективами У меня Очень хорошее отношение И до сих пор Всем Салам Алеку Амир Это близки Мой друг Остался После Тех Работ С кем Я работал Ему Огромный Привет Амирчик Да Вот Я Везде Искал Коллектива Где Работал По душе Ко мне Которым Деньги Не важны Жизни Которые Люди Своего Слова Сказали Сделают Много Таких Ребят Было Но В основном К моему Характеру Когда Работал В компании Bestcom Company Одна из Самых Больших Компаний В Азербайджане Асадналем У нас Был Нашим Директором Тоже Огромный Салам Алейкум Очень Хороший Человек Эмиль Кейти Бат Всех Вспоминать Фунтик Там Вот Фарид Махмуд Казин Вспоминаю Для вас всех Себя Увиделся Я Должен Магистратуру Отучиться Цель Поставил У меня были Некоторые Проблемы Не буду Говорить Я взял Документы Подал Заявку Все Обидно У меня Стресс Полный Работа Работа Не получается Ничего Вперед Не пойдешь Никуда У всех У кого-то Родственники Где-то Что-то Я купил Я купил Билет Позвонил Отцу Родителям Сказал Я Уезжаю Через час Увиделся С отцом Обнял его Сел Самолет Взял документы И улетел В Измер Все были В шоке А я Если цель Поставил В голову Что поставлю Я добьюсь Если я Дал себе Слово Лезгина Что бы ни было Я его сделал И у меня В семье Это все знают И друзья Все знают И в армии Знали все У меня Немножко Такое Такое Правило Жизни И хорошо Что такое У меня В жизни Если я Не был бы таким И своих целей Не добился В жизни Поехал я В Измер По университетам Техник Я как-то IT-специалист Хотел Именно IT Поехал Подавать Документы Турецкий У меня Не совсем Такой Был Я понимал Турецкий Но Не мог Разговаривать Так Как я Сейчас Разговариваю Пошел Туда Подавать Заявку Они говорят Так как Я закончил Экономический Вуз Но у меня В факультете IT Есть законы Другие Правила Другие Ты должен Поступить В экономический Я сказал Нет Я хочу Именно Технический Вуз Они Посоветовали Там Ректоры Спасибо Именно Там Очень Сложная Территория Километр Ректор В одном Части А Факультет В другом Части Километр Из одного Места Идешь В другое Место И представьте Летом Под солнцем Ходить Туда Сюда И денег Мало И экономишь На все В день Я помню Я 5 лир На питание Тратил Представляете Один Персик Покупал Одно Яблоко Один Банан Вот это У меня В день Было Питание Там Аренду Платит То Платит Все Платит Я это Рассказываю Чтобы вы Понимали Мне вот Жизнь На экономии Вырос Как бы И большие Деньги были В жизни Отец Тоже Раньше Работал Хороший Сейчас Тоже Работает Все Мы видели Но Все-таки Жизнь Была сложная Именно У меня Была сложная Мезе Абе Бил чай Абе Бил чай Абе 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 Вузы Я ходил В Измире Где-то 6-8-10 Вузы Эгг Университет 9 Элюл Университет Техник Университет Эконом Университет А вот Это Все Обошел И все Меня Направляли Ректора Там Директоры Оттуда Сюда Оттуда Потому Что У них В разных Факультетах Разные Правила Разные Документации Хотят Чтоб Я сдал На турецкий Диплом Томер Анкара Университета ЕДС Ябан Джид Висанова Назывался И он Дорогой Был 200 долларов Что ли Экзамен Еще Курсы Должен был Пройти А у меня Деньги Заканчивались И Диплом Я перевел На английский Думал Что он Интернациональный Везде Проднимается С Азербайджанского И вот Там Пришлось Мне заплатить Еще 150 Доллар Что Апостелировать Именно С английского На турецкий Там Тоже Потирал Но Я Обошел Много Университета Много Городов Из Из Семера Поехал В Истанбул Там Тоже Не Получилось Из Туризм Тебя Можешь Принять Уже Выбора У меня Не было Я Сказал Что Подождите Я пойду В Памуккале Денисли Университет Поехал Я В Денисли Университет Памуккале Принимал Факультет АйТи Но Там Мне Нужно Было И Работать И Зарабатывать И За аренду Платить И За факультет Там Годовая Оплата Есть Я Подумал Там Моря Нет Ничего Нет Русский Русскоговорящий Контингент Живет В Анталии Я Подумал Что Мне По-любому Нужно В Анталию Вернулся Я В Анталию Оттуда Направили В Аланию Я Цель Что Я Когда Нибудь Сюда Вернусь И Я Здесь Буду Жить Вот Это Был 2015 Год Ребята Три Дня Побыл Пошел Университет Аристина Кейкубата А В то Время Здесь Не Было Факультета АйТи Ездил Крутился Деньги Тратил Все Что Заработал Где 1500 Долларов У меня Было Тогда Я Экономил Заработал В той Компании Эти 1500 Долларов Я Вот За Два Три Месяца Здесь Все Потратил И Заодно Как-то Нашел Работал В Анталии Уже Увидел Что Не Получается И За Это Время Я Влюбился Уже Влюбился В Баку Когда Я Приехал Сюда И По Ходу Общения Вот Сейчас Она Моя Жена Тоже Сложная Была Жить Вот В любовных Отношениях Но Добился Все Сво Всего Женился И там Приключения Свои Ох Цель Поставил Добился Вернулся В Анталию Подал заявку В университет Туризма Ак-Денис Получил Сдал экзамен 71 балл Заработал Ц1 В то время Сложно было Б2 Даже Получить Б2 Это 60 Балов 62 А я Получил 71 баллов Рискнул Отдал Теньги И Прошел Экзамен Они Хотели Сидцикат Но я подал На диплом Больше Дал Рискуешь Рискуй До конца 60 Доллар Доплатил И сдал Получил Этот диплом Подал Заявку Первый Тур Я прошел Факультет Туризма И там 3000 Долларов Оплата В год Я начал Думать 3000 Долларов Платить Это надо Зарабатывать Работать За квартиру Платить Еще Влюблен Надо Вернуться Поговорить Побеседовать С родителями Попросить Руки И Туда Сюда Начал Работать Рабочую Визу Подали Ждал Здесь Рабочую Визу Очень сложно Обманывать Работодателей Работать Работать Говорят Стажировка 15 Не работаешь Любой Сотрудник 15 Не себя Покажет Полностью Если он Знает Своё Дело Если Вам Уже Не подают Рабочую Визу Сразу Уходите Это Работа От Меня Совет Сейчас Пандемия Сложно Рабочую Визу Редко Кому Выдают Но Выдают У меня Все документы В порядке Есть Рабочая Виза Я Директор Тоже Компании У меня Свои Партнеры К этому Я Еще Вернусь Когда Дойду Уже 37 Минут Но Дорогие Средители Я Быстренько Все Рассказываю Очень Сложно Рассказывать Документы Покажу В будущем Что Вытащу Я Работал В строительных Компаниях Так Все Это Старые Вот Я Начал Работать Работал Мой Шеф Бывший Шеф Говорил Не уходи Ага Си Давай Работай Со мной Я Говорил Нет Работающую Задел Я Остался И там Мне Надо Еще Было Поступать Я Любимая Того Тогда Начал Клакать Что Давай Пей Месь А то Меня Здесь Кто-то Украдет Какая-то Девушка Еще Мама Меня Обратно Папа Позвал Обратно Нам Кавказцам Сложно Детей Отпускать Куда-то Но У меня Здесь Я приехал У меня Глаза У меня Жизнь Поменялась Я Понял Смысл Жизни Что Я Много Потерял Мне Надо Вернуться По-любому Но Я Из-за Них За Все Вот Это Все Болосил Не Поступил Я Сказал Что Я Не Хочу Учиться Потому Что Мне Надо Оплачивать Это Все Я Так Как Я Говорил Я Не Люблю У Родителей Брать Деньги Это У Меня С Детства Что То Есть Такое И Никогда Не Скажу Самый Сложный Момент Я Просто Дам Знать Отсутствие Мне Очень Трудно Мне Нужны Деньги Это Тогда Отец Помогал Спасибо Ему За Все И Маме Да Да И Я Работал Потом Устроился И на кораблях Информатором Работал И в Спа Центре Информатором Работал Я Все Прошел Все Всю Деятельность Я здесь Увидел В Туризме И Так И Сяк И Там Меня Когда Я работал Аниматором Хотел И Шеф Аниматором Рабочий Виз Уже Подавали И Вот Сбили Истребитель Началась Проблема Дипломатические Между Турцией И Россией Все Позакрывали Это был Ноябрь 16 Ноября Не помнили Октября Зимой Мы ждали 31 Декабря Что будет Праздник Отели Будут Забиты Все Все Закрылось И я Вот это Время Должен был Уже В университете Учиться Хорошо Что Не поступил Судьба Может быть Тоже Не знаю Вернулся Я Сел Купил Билеты Попрощался Со всем С Абталией Но Дал себе Цель Слово Что я Сюда Вернулся К Баку К семье К друзьям К родственникам К любимой И много чего Узнал Был в шоке От всего Устроился я На работу Пять месяцев Ждал Там без работы Сидел Потому что Я подал В министерство Юстиции Оттуда Сложно Поподать Сказали Всемирный Банк Должен Был Принять Меня Всемирный Банк Сами Знаете Это The World Bank Туда Подавать Заявку У них Был Проект В Азербайджане GCCIP Project Всю Инфраструктуру Меняли В судах В нотариусах Должны Были Поменять И Потом Нам дали Тюрьмы В тюрьмах И я Из-за этого Отказался Это Я Потом Расскажу Поработал Я там Почти Два Года Собрал Деньги Увидел Что Опять Нету Никакого Продвижения Зарабатываешь Деньги Отдаешь На аренду То Что У меня Зарплата Тоже Была Хорошая И Должность Тоже Была Хорошая Пять Дней Работал Пять Рабочих Деньги Два Дня Выходных Но Трафик Большие Города Я ненавижу В Истанбул Я Действовал Пять Раз Тоже Когда Я приехал Сюда Я Тебе Поставил Цель Для Счастья Нужно Солнце Море Фрукты Все Дорогие Зрители И Заработок Какой-то Поднимется И проект Я просто так Не советую Которые проекты Советы Те кто Вовремя Послушались Все В плюсе Все Любой Кто Меня Вовремя Послушался Купил Они Ни в большом Плюсе Ни в маленьком И Многие Меня Благодарят Спасибо Им А кто Забыл До свидания Поработал Я Увидел Что Ничего Не Меняется Я Уже Женился Сделал Грандиозную Свадьбу Себе Цель Которую Я себе Ставил В детстве Ходил На танцы Именно Хотел Сделать Лезгинскую Свадьбу По Старинным Обычаям Кому Интересно Там Будет Ролик Уже Я Делился Ролик Лезгинка В Баку Агаси Агаси Можете Найти У меня Корни Сами Также Южный Дагестан И Северный Азербайджан Так как мы Разделенный Народ Мы На границе С Амур Я из села Яргун Это Хазре Хазре На данный Момент А так Корни У меня Также Саш Штула Это Штул В Дагестане Чепель Гобцах Некрах Ну Мы Кавказцы Албанцы Кавказская Албания Потомки Кавказской Албании И Один Из Древних Народов Мира Что Вы Понимали Всячески Ассимилировать Хотят Но Чтобы Ассимилировать Народ Нужно Взять Убрать Язык Язык Я свой Чисто Знаю И Стараюсь Не забывать У меня Пять языков Азербайджанский Турецкий Русский Так как Я хочу Русский Сектор Родной Язык Резгинский И Турецкий Английский Если я не хочу Пять языков Плюс Плюс IT Это уже другое Направление Я Я Специалист Именно Саппорт Деск Специалист Техническое Направление И это направление Я Бросил После того Как я Переехал В Аланию Это очень сложно Менять свою жизнь Музыкальное Образование Бросил Перешел На IT И Бросил Перешел На недвижимость Так как У меня IT 15 Или 17 Лет Стажа Было 2004 Года По 2000 Сейчас Какой Год 2022 2020 Год 2020 Сколько Делают 6 6 10 16 14 16 И Я Не хотел Бросать Профессию Но Так как Я приехал В Аланию Мне Здесь Ни одна Компания Не приняла По IT Сказала Ты не гражданин Турции Мы тебя Принимаем Но У тебя Гражданство Должно Уйти Чтобы Гражданство Получить Нужно Или Жениться Или Купить Недвижимость На Какую-то Сумму Тогда Было Миллион Долларов Когда Я Приезжал Потом Убрали Спустили На Двятьсот Потом На Двести Пятьсот Тысяч Или Поработал Получилось Тоже Там Обманули Меня Сейчас На данный Момент Еще раз Получил Вот Дорогие Зрители То Что У меня Есть Рабочая Виза Вот Я Окончил Получил Именно Септикат Пятый Уровень По Недвижимости Как Специалист Как Эксперт По Недвижимости Как Ваш Консультант Риелтор Слово Я Не Люблю Потому Что Многие Риелторы Сами Вы Поняли Не В Обиду Никому Не В Обиду Потому Что Честно Работать Многие Не Хотят Я Стараюсь Исправить Этот Рынок Не Получается Но Стараюсь А Сейчас После того Что Цены Сильно Залетели Хозяева Цены Меняют Ролики Снимать Сложно Реально Сложно Реально 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 Теперь Мы Открыли Свою Компанию И Все Нормально Добили Своих Целей Спасибо Моим Партнерам Спасибо Что Мне Вовремя Не Убедили Ставьте Цели Дорогие Зрители Старайтесь Работать Сами На Себя Найдите Хороших Друзей Достойных Достойных Партнеров Здесь Найти Этого Очень Сложное Опыт Время Практика Разузнавайте Про людей Кто Есть Кто Прежде Чем Что-то Делать Мошенников На этом Мойке Очень Много И Сейчас Вообще Стало Много Пандемия Побияла На это Тоже Люди Поменялись Я В 2015 Году Заметил Что Когда Стали Девальвация Денег Люди Сильно Начали Изменяться У всех Головей Сейчас Стало Деньги Тоже Не сужу Потому Что Всем Надо Зарабатывать Семю Кормить Детей Кормить Очень сложно Сейчас Еще Какая-то Обезьянная Оспа Появилась Война Постоянная Война Не дай Бак Третья Мировая Начнется Душа болит И за ту сторону И за эту Вообще Спецоперации Что ли Мы все видим Люди Мы все понимаем Те кто Не образованные Не хотят Открыть Свои глаза Пускай И так Продолжают Свою жизнь То что Сейчас Происходит Это На века Останет Политики Хотят Разделять Народы И властвовать Над ними Не поддавать На это Война Всегда Были Всю Историю Были Зависть Всегда Была Со времен Каменного Века И до сих пор И я вам многое Не верю Заранее Говорю Я много изучал Всего Потому что Многое не совпадает С друг с другом Очень Не совпадает И нас И в книгах В школах То что нас Обучают Нам Стирают Весь мозг Десять Предметов Ребенка Мозг Вымывает Полностью Статистики А там То и все Не нужно Нам в жизни Чего нужно Умножение Таблиц Привавить Отнять Косинс Тангис Катангис Это нам не нужно Если кто хочет Стать каким-то Специалистом То изучает Вымывает В те времена Геродот И Ротосфен Там И всему Тому подобное Ученые Изучали Одну Или Один Два Предмета До конца Проходили И становились Гениями Таких гений Уже не осталось Но цивилизация Начала развиваться И убрали Вот эту Логику Именно Вот Не захотели Чтобы было Очень много Умных людей На этой планете Потому что Над тупыми Как говорится Не в обиду Тем Кто Вообще Не хочет Учиться Не хочет Изучать Чего-то Ими легко Управлять И сейчас Вот это Интернет Соцсети Игры Всеми Легко Управлять Очень легко Вообще Вот эти Игры Всем Смыли Я вижу Людей 40-45 лет Есть Также Друзья Тоже Обид Очень Жалко Ребенок Рядом Прыгает Папа Подходя Он Игры За компьютером Играет Отойти Там Дверь Закрывает Хлопает Хлеб Не идет Покупать Я Замечаю Это Все Многие Разводятся Семья Распадается От Этого Советую Всем Уйти От Этих Игр На Месяц На Два Месяца Забейте На Это Все Выходите На Природу Гуляйте Тоже Из Играет Так Уже 53 минуты Все Рассказал Рассказал Переехали мы сюда До 2018 Теща Теща Тоже Привез Сюда Теща Тоже С нами Живет Все Прекрасно Все Счастливо Семья Моя Тоже Счастлива Все Прекрасно Все Будет Хорошо Всегда Добивайте Своих Целей Дорогие Зрители И С Духа Никогда Не Падайте Всегда Запоминайте Одно Что У вас Есть Руки Ноги Всегда Помогайте Тем Людям Которые Нуждаются В Чем То Я Стараюсь Как Я Вижу Своими Глазами Кому Трудно В Жизни Я Помогаю На Месте Стараюсь Делать Добро И Вы Тоже Старайтесь А Про Недвижимость Я Уже Не Хочу Разговаривать Этот ролик Не про Недвижимость А про Жизнь Про Интервью Про Семья И Насчет Доверия Я Не Могу Говорить Доверяйте Мне Я Не Люблю Про Себя Рассказывать Просто Я Вынужденно Сейчас Снял Давно Я Летом Один Раз Снял И Много Про Себя Не Рассказывал Просто Многие Говорят Снимись 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 Снял Я Вот Ролик Просто Скажу Что Для Меня Важна Жить Честность Если Вы Честны Со Мною То Я Честен С Вами Если Вы Желаете Продать Недвижимость Я Несколько Раз В Роликах Договорил Обращайтесь Я Дядь Макия Я Вам Перезвоню Хорошо Да Интервью Снимаю Да Интервью Снимай Да Про себя Снимаю Потом Послушаю Нет Я В то Смотрю Давай Пока Пока Документы В МЧ Сейчас Правила Поменялось Отдельно Ролик Снимем Расскажу Я Вам Все Как Есть Дорогие Зрители Спасибо Что Посмотрели До Конца Спасибо Спасибо Еще Раз Спасибо Обращайтесь Помогу Чем Смогу Доброту Я Делаю Бесплатно Так Что Вы Не Понимаете Что Я Разговариваю С Вами За То Что Я Помогаю Я Беру Какие То Деньги Я Просто Беру Свою Комиссию За Свою Сделку И На этом Рынке У нас Самая Нормальная Комиссия Все Всем пока Пока Дорогие Зрители Спасибо Что Досмотрели До До Конца Потому Что Я Каждому Не Смогу Рассказать Свою Жизнь Одним Роликом Рассказал Кому Интересна Моя Жизнь Те Посмотрели Кому Не Интересна Минут Посмотрите Поставьте Лайк И Закройте Ролик Всем Пока Пока